так парни всем привет вот такой вопрос был одного человека как делать квир код в программе его гравировать по моему проще задачи здесь быть не может то есть это настолько простейшее задание что блин справиться вам даже ребенок лацам по тексту клацам со текст здесь выбираем точно не помню по моему штрих-код 34 здесь выбираем qr-код где-то он будет слепые глаза не видит них на уже вот qr-код отлично что мы пишем qr-код наш так по моему по моему по моему qr-код это здесь пишется да здесь qr-код прописывается вкидываем сюда наш адрес ссылку адреса то есть получается вот и здесь выбираем размеры точки то есть принципе здесь ребят пожалуйста поднапрягитесь почитайте чтобы мне вам не доносить каждую левую информацию все очень просто то есть проще не бывает нажимаете ok qr-код сформировался смотрим наш qr-код чтобы не быть голословным что сложно не сложно что он работает не работает заходим заливку мне сейчас принципе не принципиально какая будет заливка для гравировки потому что под каждый материал будет идти своя заливка ну давайте поставим 90 градусов нажимаем ok образовался qr-код вы теперь можете нажать на паузу это видео этот этот видеоролик и просканировать этот qr-код и вы перейдете по ссылке это не порно сайт это канал спорно виде как спорно видеороликами для тех кто занимается лазерной гравировкой вот это мой канал получается то есть ну в принципе все очень просто элементарно единственное там вам такой небольшой совет такие вещи квадратные именно так qr-код как штрих-коды либо китовые кубики гравируете делайте пожалуйста в гравировку либо в 180 градусов либо допустим 90 градусов либо в 0 градусов либо в там 270 градусов если вы делать на косую либо с проходом в косую опять же не настроены допустим вас будет старт либо нтс будет криво настроен это у вас будет он полосить либо будет немножко его то все это делать опять же на больших скоростях на маленьких будет вас все хорошо вот как то так поэтому с qr-кодом работать очень просто есть другая заморочка кто-то скажет блять сделал qr-код теперь из этой функции выйти не могу все то же самое также все элементарно здесь ничего не трогаем переходим обратно в наш шрифт true tape 1957 года клацаем на него нажимаем применить не применяется что здесь забита ссылка нажимаем два раза пишем и горка ok применить и центр все после этого у нас принципе наш текст прописался просто бывает так что кто-то протестировал потом заходит опять на текст нажимает у нее здесь qr-коды бьются и он говорит что же делать что происходит то вот по поводу всех остальных кодов либо там допустим штрих-кодов все то же самое заходим штрих-код 34 выбираем нужную вам версию с нужным там цифровым параметром клацаем переходим вбиваем то есть и не паримся то есть очень просто ребят есть и вопрос возникает не вопрос задавать либо комментариях либо на ватсап на ватсап лучше писать в крайне случаях когда прям уже прям припекло когда там булки горят и что-то хотите сделать и не получается во всех остальных случаях точно не тревожьте лишний раз потому что реально работы много почему эту тему поднял по поводу вир кодов потому что у нас была продажа сейчас танков вот и с одним из покупателей из татарстана я эту тему поднял поднял эту тему показал ему рассказал то есть принципе все очень просто кстати бывает еще такая интересная фигня когда вы к примеру смотрите что делаете я сам тоже покажу расскажу но вы сейчас будете там плакать делаю на черного крашена покрытие у меня не работает ваш qr-код все очень просто это для тех у кого руки из опы растут переходим наш qr-код показываю еще раз чтоб не был там недопонимание вбиваем нашу ссылку нажимаем ok образовался у нас здесь qr-код какой-то определенный да но если мы будем его гравировать по черной поверхности как вот сейчас данной ситуации нас тут выгравироваться то естьностью черная полностью выгравироваться ученые вещи становится qr-код белым соответственно qr-код в инверсии он не работает то есть если вы пример будете там na аксидированном алюминий делает либо вы будете там но кота по окрашенному там не знаю стали нержавейки алюминий потому что сам краше буду делать qr-код у нас не будет работать понижение т.кл будете делать именно в черном залитом цвете, то есть с черной заливкой. Как же собрать эту ситуацию? Все очень просто. Берете кубик, рубик, чуть больше размером, чем ваш QR-код. Примерно таким образом. Здесь немножко, конечно, плотновато сделал. Допустим, будет так. Выделяете весь ваш QR-код с вашим кубиком, переходим в заливку, делаем заливку. У вас получается ваш QR-код в инверсии. Все просто, все логично, ребят. Все работает. Делаем это либо по черной, ламинированной, крашеной фанере, либо это делаем, допустим, по оксидированному алюминию, по любым пластикам, кто работает с пластиками. Вот. И получаете рабочий QR-код. Именно рабочий QR-код сайта. Вот такие вот дела. Поэтому у кого есть вопросы какие-то возникают по поводу QR-кодов, я думаю, они у вас уже отпадут. Ребят, не забываем, ставим лайки, ставим денежку на донат. Донат не для меня, лично для канала. Еще раз говорю, донат у нас 6500 составляет и замер на одном месте. Я вам помогаю. Вы ни хрена каналу не помогаете. Но это дело уже лично сугубо ваше. Поэтому называется этот донат. Вот мотивация у меня падает. Все, ребят. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока-пока. Вам всем не хворать. Хорошая работа и гравировки. Все, ребят. Всем удачи.